Привет, друзья! С вами Илья Сплин, и сегодня у нас будет еще одно любимое вами видео, я надеюсь, что его тоже будут хорошо смотреть, как все остальные, про надежность мотоциклов. Мы уже снимали про надежность BMW, и это видео уже надо обновлять, потому что с тех пор прошло лет 7. Мы снимали про надежность КТМ, мы снимали про надежность спортбайков, и, возможно, про надежность чего-то еще мы снимали. Формат видео такой же, как обычно. Я беру мотоциклы, выпущенные за последние, ну, где-то там 15-17 лет, и мы двигаемся от этих мотоциклов к современности, и обсуждаем надежность моделей с определенными двигателями, которые выпускались в этот промежуток времени. Обсуждаем нюансы, что разваливается, какие слабые места, как избежать того, чтобы что-то развалилось и так далее. И сегодня мы в гостях в сервисе Триумфов. Они работают уже 6 лет, долго не могут выбрать себе название, но сказали, что они называются Триумф Гараж. Вот Петя. Петя, привет. Петя будет рассказывать про надежность Триумфов, собственно. Смотри, давай мы с тобой пойдем где-то с конца нулевых годов. Будем двигаться по моторам к современности, и давай начнем с тобой, наверное, с самого старого двигателя, который имеет смысл обсуждать, на мой взгляд, на 2024 год. Это мотор 1050, который ставился на Speed Triple, на Tiger, Tiger Sport и, возможно, кто-то еще ставился. Чем интересен мотор? Вообще, как ты можешь охарактеризовать его и какие у него полячки? Мотор 1050 это рабочая лошадка Триумфа. Собственно, чуваки сделали его в далеком, по-моему, 2004 году, как развитие 955i, который еще в миссии неуполнимой рекламировался. Мотор получился удачным, собственно, поэтому его и ставили на всевозможные модели, начиная с, как ты правильно сказал, Speed Triple, которые стали визитной карточкой Триумфов, так и на спринты спорт-туристы, Tigre 1050 и куда-то еще. Сейчас сходу не могу вспомнить. Мотор, который вышел в 2004 году, я бы сказал, что практически без проблемный. До сих пор мотоциклы с 2004 года ездят. Они ездят по сотням тысяч километров. Нет такого, что в моторе есть какой-то просчет конструктивный, что-то постоянно вылезающее или постоянно отламывающееся. Иногда возникают проблемы с электрикой в силу просто старости проводов. Иногда могут возникать проблемы с состоянием ЦПГ или валов в голове, поскольку, опять же, неизвестно, кто как меняет масло, кто как его обслуживает и насколько часто меняют воздушные фильтры. Придраться к этому мотору довольно сложно. Единственное, пожалуй, что я могу вспомнить из таких прям ярких особенностей, то, на что я сам попадал, это то, что не самые надежные сальники коленвала. Вру, не коленвала, а первичного вала. И бывают потеки масла. Но это бывает, по-моему, практически на всех мотоциклах после 10-15 летнего возраста. Условно да. Но здесь это чаще, чем статистическая погрешность, приводило к тому, что мотоциклы оказывались без достаточного уровня масла. И это периодически приводило к тому, что разламывало шестерню второй передачи. В этом моторе, в коробке, шестерня второй передачи имеет гладкую посадку на вал. Соответственно, посадка напряженная. И при, видимо, недостаточном охлаждении достаточным объемом масла перегревается, бывает, что лопается. Соответственно, тут дорогостоящий ремонт, поскольку нужно менять вал целиком, посадить в домашних условиях шестерню на вал довольно сложно. Замена вала целиком или коробки всей на контрактную. Располовинивание мотора, ну и так далее, со всеми вытекающими. Редкая поломка относительно. И обычно она сопряжена с пропущенной заменой масла или с пропущенным уровнем масла и с агрессивным стилем езды. Но она есть. Стоит следить за уровнем масла, пожалуй, да? Все так, все так. Но в остальном я бы сказал, что тот факт, что мотор ездит больше 15 лет и на куче разных моделей, может свидетельствовать о том, что он достаточно удачный. В нем нету ярких отзывных компаний, нету систематических поломок, нету вещи, которые сделаете обязательно после того, как купили. Никакого рестайлинга у мотора не было, условно. В каком-то году что-то там изменили. Рестайлинги были. Рестайлингов было, если мне не изменяет память, три штуки. В 2011 точно совершенно году, в 2016, в 2018 или 2019. Но все рестайлинги обычно были сопряжены с переходом на новый уровень евро по экологии и, соответственно, с увеличением мощности ради того, чтобы мотоцикл соответствовал новому классу экологии с не меньшей мощностью, чем предыдущий мотор. Здесь складывается довольно забавная ситуация, что если взять мотоцикл, условно, 2008 года выпуска и мотоцикл 2016 года выпуска, загнать их оба на стенды, то они покажут либо одинаковые показатели мощности, либо мотоцикл 2008 года будет чуть мощнее. По сути, это один и тот же мотор с небольшими техническими доработками. Я бы сказал, что минорными. Многие запчасти, даже по парномерам, бьются до сих пор из 2004 года в мотоциклы 2019 года. Но я думаю, что про этот мотор-то все, там нечего особо обсуждать. Да, в общем-то, нет. Моторы надежные, можно отметить, что они сделаны на гильзах мокрых, соответственно, крайне ремонтопригодные. В целом, хорошая рабочая лошадка. Ну, давай тогда перейдем к следующему двигателю. Это рядная тройка 675 кубов, который дебютировал, по-моему, на стрит-трипле. Да, совершенно верно. Опять же... Это, по-моему, 2009 год. Возможно, 2006 год. Там вышло сразу две модели. Вышел Дайтона 675 и вышел стрит-трипл. Тут, пожалуй, стоит упомянуть, что мотор сам по себе, скорее всего, вышел как развитие предыдущих моторов Дайтоны. И изначально это был мотор спортбайка. После этого его доработали для того, чтобы сделать из него стрит-трипл, поскольку стал суперпопулярный мотоцикл. И уже дальше из него выросла 800-ка. Мотор имеет несколько особенностей конструкции, которые могут стать проблемными, но, опять же, я бы не сказал, что они прям катастрофический недочет, который требует суперисправления. Из того, что можно упомянуть, это очень странная конструкция корзины сцепления, которая практически на каждом моторе через 20-30-40 тысяч километров пробега начинает шуметь. Шум начинает достигать таких масштабов, что ощущение, что в моторе перемалываются камни. Стоит выжать сцепление или чуть-чуть дать оборотов на холостом ходу, как звук пропадает. С чем это связано? Сложно очень сказать. Это совокупность того, что разбивает корзину фрикционными дисками сцепления, из того, что изнашиваются сами корзины друг относительно друга, посадка и преднатяжение шестерен, которые идут в внешней корзине, и выжимного подшипника. Но суть в том, что избавиться от этого звука крайне сложно, без замены всего сцепления. А сам по себе он практически ни на что не влияет. Мы видели мотоциклы, которые на 40 тысячах уже звучали так, что ему пора вызывать скорую. Он после этого проехал еще 40 тысяч и не чихнул на этом сцеплении. Соответственно, сцепление в этих мотоциклах ходит больше 100 тысяч, если его не насиловать и не сжигать намеренно. Поэтому особенность есть. Не слишком удачная, не слишком приятная в эксплуатации, но, на мой взгляд, не сильно критичная. Можно отметить, что в этих мотоциклах был не самый удачный генератор. Тут есть две поломки. Во-первых, генераторы относительно часто сгорают, приходится менять, что не очень сложно, но неприятно. Но более важная проблема – это то, что достаточно часто начинает давить масло по проводам генератора, по фазным проводам. Копеечная проблема, которая в ремонте стоит порядка тысячи рублей, но для того, чтобы эти фазные провода поменять, надо снять полмотоцикла, вытащить фишку из очень неудобного места и так далее. То есть там работа по ремонту самой проблемы – тысяча рублей, работа по тому, чтобы снять и поставить это обратно – тысяч 15. Соответственно, опять же, не что-то критичное, но неприятность есть. На этом из крупных проблем именно 6.75 мотора я бы, наверное, остановился. 6.75 делался, по-моему, года до 2017, да? Да, совершенно верно, 2017 и последний год, когда он делался. А рестайлинги были, которые добавляли или убавляли каких-то проблем? Особо нет. Рестайлинги были, но они, опять же, как из 10.50, были связаны с экологией и с тем, чтобы сохранить мощность в тех же пределах. Опять же, та же ситуация, где моторы 2008 года бодрее, чем моторы 2012 года. То есть в целом тоже супернадежный агревет? В целом, да. Ездят по 100 тысяч, и не сказать, что у них систематически что-то ломается. А теперь тоже еще один мотор из этой эпохи. Он довольно-то достаточно редкий и считается достаточно неудачным. Это 1200-ка, которая ставилась на 1200-е тайгеры. Да, вот этот мотор уже весьма своеобразный. У него внешний генератор автомобильного типа. У него внезапно для триумфа, непонятно почему, на этой модели коробка кассетного типа. И, собственно, коробка, наверное, самое слабое место этого мотора. Она изначально была спроектирована, видимо, с недостаточным запасом мощности, из-за чего у людей систематически коробки на первых поколениях при агрессивной езде выходят из строя. Иногда ломается одна передача, иногда клинит всю коробку, иногда происходит что-то еще. В целом, это замена всей коробки в сборе. Это обычно довольно неприятно. Это первая проблема. Вторая проблема – это кардан, редуктор в кардане, который имеет своеобразную конструкцию с запрессованным туда огромным подшипником. Есть видео, которое подробно описывает эту проблему у ребят в интернете. Доктор Дью Матвеев, забыл, как его зовут, делал обзор, как он ремонтировал этот агрегат. Там, соответственно, краткий вывод, что либо повезет, либо не повезет. Либо вам у вас получится за недорого решить проблему с вышедшим из строя подшипником, либо вы попали на новый редуктор стоимостью тысячи фунтов. Соответственно, узел так себе с точки зрения надежности для туристического мотоцикла, который должен ездить по дорогам. Он существовался, по-моему, только на туристов, да? Это либо Tiger, либо Sprint, по-моему, он назывался? Только Tiger. Или Trophy. Trophy. Trophy, да. Trophy, который аналог RT, ну, там тот же самый мотор, соответственно, те же самые проблемы. Хотя на Trophy, как будто бы они чуть-чуть другую коробку ставили. Или из-за того, что мотоциклов в целом меньше, по ним таких проблем нет. Но Trophy в России практически отсутствует. Tiger 1200, в общем-то, есть. Ну, насчет отсутствует, я бы поспорил. Бывали годы, когда их приезжало по 3-4 мотоцикла больше, чем Tigra. Я их не видел лет 5 вообще. Они есть, у них есть свой чатик, они все друг друга хорошо знают. Тут, я думаю, что вы там больше тройки какой-то за надежность не поставите. Вообще, лучше обходить, наверное, эти мотоциклы сейчас стороной. Первое поколение, я бы, наверное, сказал, что да. Во втором, насколько мне... Второе появилось? Второе появилось в 2015 году. Там уже появился электронный газ, там появилась электронная приборка, если мне не изменяет память на некоторых версиях. И в целом, мотоцикл стал поприятней, посовременней и понадежней значительно. Но, опять же, еще бывали проблемы с генераторами у людей, поскольку генератор автомобильного типа, удивительная для Triumph конструкция, взятая откуда-то, соответственно, она иногда дает сбои. Там может сломаться подшипник внутри. И подшипник стоит 700 рублей. Ремонт, разобрать полмотоцикла, разобрать этот генератор и все это менять. Достаточно дорогостоящие, опять же, закопеечные детали. А в рестайлинге какие из проблем остались? Сложный вопрос. Наверное, кардан. Часть редуктора осталась не слишком надежной, с коробкой, насколько мне известно, проблемы порешали. Так, ну на нем все. Да, пожалуй, да. Окей, а тогда перейдем к, наверное, одному из самых популярных двигателей, тоже конца нулевых. Это, конечно, 800-ка, тоже рядная тройка. Да, Triumph сделал интересный шаг. Это получился мотор на базе, опять же, спортбайка. Это, по сути, увеличенный мотор от Дайтоны. И это повлекло за собой некоторые проблемы. У этих моторов первых поколений и у мотоцикла в целом, у первых тигров 800-х, есть ряд болячек, которые выстреливают так или иначе. И которые достаточно неприятны. Однако с ними, со всеми можно либо заранее справиться, либо подготовиться к моменту, когда они выстрелят. Из того, что сходу вспоминается эта проблема со стартером, на этом моторе на горячую перестает работать стартер, после чего он перестает запускать, ему не хватает пускового тока. Странная история, поскольку она либо не возникает никогда, либо возникает ровно один раз на стартере, с которым мотоцикл купили, меняется стартер и больше она не возникает никогда. Это от пробега никак не зависит? Никак не зависит от пробега. Возникает у людей на самых разных пробегах. Кому-то везет, кому-то не везет. Цена вопроса, если бэушный стартер брать? Если бэушный стартер, наверное, тысяч 10-20, если новый стартер за облач на порядка 50 или 60, но, к счастью, на сегодняшний год китайцы наладили производство китайских стартеров, которые стоят, по-моему, 5 или 6 тысяч рублей. С Алиэкспресса замечательно приезжают и нацпять работают. Плюс из приятного стартера взаимозаменяемый с Остритриплом и с Дайтоной, поскольку тот же самый мотор. Помимо стартера, на первых поколениях была проблема с лапкой КПП. Внутри был механизм, где был шток, который был зажат пружиной, чтобы лапка возвращалась в среднее положение после того, как выбрана передача вниз или вверх. Этот шток отламывался, он был заклепан на пластине, его выламывало. Тут решение элементарное. Просто в какой-то момент вскрыть сцепление, вытащить этот шток, отломать его принудительно заранее, просверлить отверстие, нарезать резьбу, закрутить болт и никогда больше с этой проблемой не сталкнулся. Это плюс-минус у всех возникало или как повезет? Это, опять же, непредсказуемо возникает вне зависимости от пробега. Возможно, связано с интенсивностью переключений или с перегревами. Сложно сказать. Но возникает достаточно часто для того, чтобы озаботиться и условно эту проблему решить заранее, чтобы она просто никогда не выстрелилась. А цена вопроса примерно? Цена вопроса работа плюс 20 рублей за болт. Ну и работа там для такой... Ну и работа в пределах 10 тысяч, что-нибудь такое, 3 часа времени условно. Следующая проблема, наверное, самая важная и самая серьезная, это поджор масла. Восьмисотые моторы, в отличие от 6.75, в отличие от каких-либо других моторов у Триумфа, отличаются тем, что достаточно сильно жрут масло. Это начинается в какой-то момент. Это начинается на высоких пробегах чаще, чем на низких. И это обычно связано с высокими оборотами. Когда люди начинают ездить близко к красной зоне, использовать мотор, собственно, так, как он спроектирован по спортивному, мотоцикл начинает потреблять сильно больше масла, чем обычно. Это типа на 10 тысяч сколько? Тут как повезет. Есть мотоциклы, которые на пробеге 100 тысяч километров за тысячу километров съедят 100-150-200 грамм масла. Есть пример моего мотоцикла, который в определенных условиях может за тысячу километров съесть пол-литра, а то и 600 миллилитров масла. Это неприятно. Это накладывает некоторые ограничения. С чем это связано? Это связано с... Тут совокупность факторов. Это износ ЦПГ маслосъемных колец, износ маслосъемных колпачков, которые дубеют просто от старости. Но это касается многих моторов. Да. И это проблема с вентиляцией картера. Дело в том, что вентиляция картера выведена прямо в airbox, ну, как у всех практически, через специальную маслоосаждающую, такую пенку, не пенку, губку, не губку, которая дубеет со временем и перестает нормально масло осаждать. Соответственно, масло просто улетает во впуск и сгорает. Чем выше обороты, тем быстрее это происходит. На моем мотоцикле, вот на текущий момент, на пробеге 125 тысяч километров, это прям ощутимо. По городу это не очень проблема. Я так понимаю, что вопрос вентиляции решается... Скажем так, я на текущий момент не могу сказать, что вот мы эту проблему прям починили без того, чтобы поменять маслосъемы, кольца и колпачки, и эту губку. Но губка-то меняется, наверное, без проблем. Губка меняется без проблем, но это процентов 20. Часть проблемы. Это часть проблем. То есть проблема комплексная, и моторы поджирают масло. С другой стороны, есть моторы, которые по 80 тысяч проехали, и у них расход масла порядка 100 миллилитров, 200 миллилитров на 10 тысяч километров. Такие тоже моторы есть. Это зависит от интенсивности эксплуатации, от того, как часто масло меняют, какое масло используют и так далее. В целом, из-за этих проблем рекомендуется в тигров лить более густое масло. Скажем, завод ставит практически на все триумфы 1040-1050. Мы льем 1060, практически самое густое масло, которое есть на рынке, и ощутимо лучше на нем мотор работает, ощутимо мягче работает коробка, ощутимо меньше расход масла. Если, допустим, у меня тигр мой ест 600 миллилитров на тысячу, мне очень нравится мой тигр, но я очень хочу, чтобы масло не потреблялось. В какую сумму в данный момент мне встанет все три проблемы устранить? По грубому подсчету, это будет 150-180 тысяч на текущий момент, с текущими проблемами с доставкой запчастей за границей и так далее. Это будет включать в себя снятие мотора, замену поршней, замену маслосъемных колец, возможно, замену гильз. Мотор, опять же, гильзованный, поэтому это... А надо менять гильзы и поршни, если это вопрос колец? Это вопрос, который... Ответ на который появляется после вскрытия мотора. Поскольку все ездят по-разному, у всех разный износ. Иногда мы видим моторы, в которых на 100 тысячах пробега нормальный хон и нету большого износа. Есть моторы, за которыми не следили, у которых больше износ. Поэтому здесь нету однозначного ответа. Опять же, сильно зависит от условий эксплуатации. Если брать твой опыт, то обычно маслажер начинается примерно с... Каких цифр пробега? Я бы сказал, что после 60 тысяч километров, при условии, что на мотоцикле агрессивно ездят, тогда шансов без маслажера доездить до этой цифры практически нет. Не могу сказать, что это сильно мешает, но это неприятно. Есть еще что-то по этому двигателю? Опять же, есть одна особенность. Что на Дайтонах, что на 675-х, стрит-триплах, что на Тиграх. Есть теплообменник, который стоит в передней части картера снаружи. И, собственно, выполняет основную свою задачу. Обменивает тепло между антифризом и маслом. Есть случаи, когда теплообменник пробивает. Но вопрос копеечный, и если его поймать вовремя, то это не проблема. Не могу сказать, что это суперчастая проблема, но это мотор, на котором эта проблема случается. Периодически, возможно, из-за внешних воздействий, возможно, из-за перегревов, возможно, из-за чего-то еще. Но она отлично от нуля. В остальном, я бы сказал, что мотор своими преимуществами по характеристикам перекрывает проблемы, которые с ним возникают. Так, в общем, в этом периоде, то есть моторы, которые появились в конце нулевых, моторов на современные триумфы не осталось. Остались классические. Классические моторы мы обсудим в конце выпуска, потому что там мало что обсуждать. Классические моторы очень-очень надежные на триумфах, они очень-очень простые. Это там мотор, который стоялся на Т-100, потом мотор, который на Т-120 и так далее, но мы вернемся к ним позже. А сейчас пойдем потихонечку обсуждать более современные двигатели. И начнем мы, наверное, с 765. Да, это, пожалуй, логичный переход. 765-й мотор. Достаточно яркая была заявка в мотомире, поскольку 765-й мотор стал мотором, который триумф поставляет в серию Moto2, младшую серию MotoGP, в качестве единственного поставщика моторов для всех команд в серии. Собственно, тот факт, что этот мотор уже, по-моему, лет шесть туда поставляется, может сам по себе говорить о том, что это не самый плохой мотор. Они не взрываются каждый уикенд, они не вылетают каждый второй, с них снимается достаточно много лошадиных сил, и в гражданской их версии они сильно задушены относительно гоночной, соответственно, они имеют достаточно большой запас по прочности. А надо сказать, что это вместо 675 пришло, они стали ставиться на стрит-триплы в первую очередь. Да. Соответственно, опять же, полагаю, связано с экологическими нормами и так далее. Увеличение объема, как и у всех, собственно, производителей произошло. Мотор не избавился от, например, особенностей со сцеплением, но и не принес с этим, со всеми изменениями, не принес больших проблем. Кроме каких-то отдельных поломок, которые возникают разово-единично у клиентов, я бы не выделил никакой большой проблемы по 765 мотору. Собственно, вот как он был хорошей рабочей лошадкой на 675 объеме, так он и остался на 765. Тут стоит отметить, что сама модель 765 в первые годы появления своего как стрит-трипл, вот она имела проблемы. Она имела проблемы с квикшифтерами, которые периодически отстреливали, и у нее была огромная проблема с приборками, по которым не было официальной отзывной кампании, но дилеры их меняли всем при поломках, а поломки с приборными панелями случались иногда просто при подключении-отключении аккумулятора. Есть способ его отключать и подключать так, чтобы проблемы не возникало? Гарантированного нет, но рекомендуется соблюдать общие меры предосторожности, делать любые операции с электрикой мотоцикла на выключенном зажигании, и, соответственно, если вы собираетесь, не дай бог, прикурить мотоцикл или прикурить другой мотоцикл, то выключенное зажигание, потом все подсоединения-отсоединения, потом уже зажигание включается, чтобы на работающем мотоцикле не было резких скачков напряжения. По идее, если мы сначала убираем массу, то дальше... По идее, да, но, к сожалению, именно вот в этом простейшем сценарии, когда массу убрали, массу накинули обратно, выгорает процессор в приборке. Через твой сервис прошло довольно много, 7-6-5, вы хоть одну приборку убили? Мы ни одной приборки не убили, но наши клиенты страдали с этими проблемами, и мы уже приборок, наверное, 5 поменяли. Возможно, это все-таки включенное зажигание? Я, к сожалению, не держал свечку над клиентами. Но у вас проблем нету. У нас проблем нету, и пусть, пожалуйста, так это и продолжается. Так, но в остальном тоже все хорошо. В остальном отличный мотик, который по сравнению с 6-7-5 получил трекшн, АБС там и так был, куча плюшек, режимы езды, и, в общем-то, подтянулся по экологическим нормам. Упустили мы один мотор, и он к классике не относится, и это, конечно, мотор от первого Рокет 3. Я знаю про первый Рокет 3 много страшных слов. Что это касается не только мотора. Я как-то встретил, я помню, путешествовал на старом Триумфе, там, Арбер 900, 1995 года. Мы там по всей Европе ездили, и как-то подошел в Польшу дядечка, познакомился, и говорит, вот, у меня Рокет 3. Я говорю, ну и как? Шикарный мотоцикл, очень мне нравится. Она говорит, у меня есть проблемы с охлаждением, проблемы с электрикой, проблемы еще там с чем-то. Говорит, просто ужас, но мотоцикл, говорит, классный. Расскажи про особенности, если они через тебя вообще проходят. Рокет 3 относительно мало через нас проходит, по той причине, что есть несколько совсем узкоспециализированных, даже не сервисов, а людей, которые занимаются только этой моделью. Но все-таки проходит. Я бы сказал, что проблемы, конечно, есть с мотором, и их не может не быть, поскольку какая мощность, какой объем и какие нагрузки. Мотоцикл массой 363 килограмма встает на заднее с газа на первых трех передачах. И, конечно же, самое слабое место здесь – это коробка. У них есть проблемы с коробкой, у них выламывает передачи, у них выламывает валы, по-моему, даже в коробке. Соответственно, это слабое место. С охлаждением тоже бывают проблемы. Встречается поголовно у всех, и обычно эта проблема решается заменой крышки на радиаторе в 95% случаев. Либо грязный радиатор, либо крышка, либо отсутствие нормального уровня охлаждающей жидкости. Проблемы с электрикой – да, проблемы с электрикой – это в целом можно отметить про марку Triumph, но тут я бы, наверное, упомянул это, когда мы будем говорить про классики именно. Рокет же несет, пожалуй, за собой только проблемы, сопряженные с тем, что он огромный и очень мощный. То есть вот из этого что-то вытекает. Катастрофических, скажем так, проблем нет. Есть особенности с тем, что у мотоцикла горизонтально расположен Airbox, он на боку мотора, поскольку мотор стоит продольно в мотоцикле, и, соответственно, и как бы лежит на боку. Соответственно, Airbox у него находится с левой стороны, соответственно, в нем скапливается масло. Если вы ездите агрессивно, оно не может стечь обратно в картер, поэтому оно стекает, скапливается в Airbox, ну и так далее, и так далее. Соответственно, особенности есть. Опять же, если за мотоциклом следить, если не упускать масло, если чистить Airbox и вовремя его обслуживать, большей части проблем можно избежать. Но коробку вы не спасете, скорее всего. Но это, опять же, касается, насколько я помню, первых генераций до года 2008-го. А ЦПГ, сцепление, вот это все? Не могу сказать, что по ЦПГ были какие-то большие проблемы. Есть мотоциклы с пробегами под 100 и за 100 тысяч километров. Не видел, чтобы они ссыпались повально. Со сцеплением так же. Сцепление вообще штука такая. Она очень сильно зависит от того, кто и как ездит. Я видел сцепление, которое сжигали к 5000 километров, и видел сцепление, которое ездило больше 100 тысяч километров на одном и том же мотоцикле. Поэтому конструктивно в нем проблем мне неизвестно. Но, опять же, по Рокет 3 у нас выборка меньше, чем по всем остальным мотоциклам. Ну и по годам, соответственно, ты можешь что-то сказать по годам выпуска мотора, когда обновление? Вот обновление было, кажется, около 2008 года, когда выходил Родстер. И дальше он делался до года 2014. Потом, если мне не изменяет память, был перерыв лет в 6, когда они их не делали вообще. У меня такое почему-то ощущение. Я не помню мотоциклов там 17-18 года. Может быть, они их делали, и это был все еще старый Рокет 3. Тут я могу врать. Опять же, свежих Рокетов почему-то вот именно после 2013 года. Я не припомню ни у нас, ни в городе, нигде. А потом вышел, собственно, Рокет 3 2,5 литра, и это уже совсем другой мотоцикл. А мы к нему вернемся уже, да? Да. Тогда давай мы продолжим с тобой спид-триплами, которые получили мотор 1,2 литра. Это моя, наверное, любимая история. Ведь до этого не было другого мотора, правильно? Был 10,50? Был 10,50, и в 2021-2022 году Триумф выпускает 1200 мотор. Поскольку Триумф захотел в клуб взрослых компаний, у которых есть Naked на 180 сил. С Naked на 140 сил, там, 150, снятых с мотора, даже не на стенде. Уже было смешно в 2020 году пытаться конкурировать с другими производителями. Мотор получился, мотоцикл получился. Мотор выдает свои силы. Но это далось достаточно дорогой ценой. Это, наверное, самый проблемный из всех известных мне моторов и моделей Триумфа в целом. Для того, чтобы достичь такой мощности и при этом вписаться в нормы экологии, мотор сделали очень горячим. И, ну, он стал очень горячим. Его сделали очень бедным по смеси. Из-за этого он стал очень горячим. Из-за этого у него появились проблемы с охлаждением. Они выражаются в том, что из-за близкого расположения коллекторов и вентилятора на радиаторе в некоторых условиях при недостаточном обдуве вентилятор на радиаторе начинал плавиться, переставал работать, его клинило, и, соответственно, мотоцикл без принудительного обдува дальше просто перегревался. Это системная проблема, которая вызвала и повлекла за собой отзывную кампанию. Сначала одну, потом вторую, потом третью. Тройное было решение у этой проблемы. Сначала стали ставить на вентилятор термоэкран, который, по сути, представляет из себя просто кусок железки на трех проставках, которые стоят между корпусом вентилятора и коллекторами. Можно сделать дома из куска железки. Второе решение — это прошивка приборки, которая управляет вентилятором после выключения зажигания. Соответственно, когда мотоцикл глушится, и если он все еще горячий, вентилятор принудительно продолжает работать. Это более сложное решение, которое доступно только официальным дилерам. Больше никак это прошить невозможно практически. И, соответственно, третье решение, которое сделали, — это исправили карту двигателя. Это то, что можно, опять же, самим починить. Есть карта двигателя, в которой сместили углы зажигания. Мотоцикл сделали чуть более отзывчивым на средних оборотах, и смесь чуть-чуть холоднее сделали. За счет этого, соответственно, мотоцикл потерял в абсолютной мощности, но стала менее ярко выраженной проблема с перегревом. Это было заводское решение, которое в рамках отзывных кампаний «Триумф» обязывает дилеров делать всем своим клиентам. Те, кто покупают мотоциклы и просто хотят ездить на них интересно, выкидывают обычно стоковый выхлоп или, как минимум, экзап в стоковом выхлопе и прошивают мотоцикл на стенде, чтобы смесь стала более богатой, более холодной. И уже одного этого, на самом деле, достаточно для того, чтобы значительно митигировать проблемы с охлаждением. Какого года «Триумф» исправил все эти проблемы? То есть, когда уже с завода все три вопроса решены? Тут скорее не с какого года, а с какого ВИНа, и на этот вопрос я однозначно ответить не смогу. Предположительно, конец 2021 года. Может быть, конец 2022. Я бы рекомендовал любому, кто купил себе 1200 или планирует его к приобретению, пробить ВИН через спецсайт «У Триумфа есть» по технической информации, где можно вбить ВИН и узнать, какие отзывные кампании сделаны, какие нет. Ну и можно на сам мотоцикл посмотреть, если на нем установлен термоэкран или нет. Допустим, я купил себе мотоцикл, где все три проблемы присутствуют. Приезжаю к тебе и говорю, очень надо провести все в порядок. Цена вопроса какой будет? Будет немножко варьироваться от того, какое решение хочет клиент. Клиент может захотеть, чтобы у него все было строго на оригинальных запчастях и строго, как это рекомендует делать завод. Или решение может быть условно любыми способами, максимально хорошо и максимально дешево. То есть мы не экономим на качестве, но мы не идем за дорогим решением, если можем сделать такое же по качеству дешевое. Тогда я бы сказал, что мы все три вот эти проблемы именно с охлаждением можем решить в пределах, наверное, 30-35 тысяч. Если мы пойдем в решение с грамотной прошивкой мотоцикла, мы еще и получим более интересный мотоцикл, который едет значительно интереснее, чем сток. КТМчики сейчас слушают и думают, вот жаль, так нельзя проблемы с Малавито за 30 тысяч поправить навсегда. Так, хорошо. Ты, конечно, так сказал страшный мотор. А еще там что-то страшное есть или просто охлаждение и все? Есть проблемы с квикшифтерами. Очень плохая защита от влаги на предыдущих моделях и на любых других версиях квикшифтеров у Triumph этого не встречалось. Эти квикшифтеры отъезжают стабильно. Они отъезжают и не воскрешаются? Они отъезжают и не воскрешаются, они просто перестают работать. Это возникает стабильно, я бы сказал, стабильно, прям ужасающе стабильно. То есть это не каждый второй, не каждый третий, я бы сказал, 4 из 5 человек. То есть у меня из всех клиентов у одного только квикшифтер до сих пор не отъехал. Как будто бы ты их поправили вообще? Как будто бы нет. Там проблема в том, что квикшифтер сделан методом завальцовки двух частей, которые одна в другую вставляются, завальцовываются, там стоит резиночка. И когда этот квикшифтер моет мойкой высокого давления, туда воду все-таки забивает. Как только там оказывается вода, он отъезжает. Вот я владелец Агусты. У Агусты уже три поколения квикшифтеров. И у меня первое. И он у меня отъезжает, но в отличие от Триумфов, он через пару месяцев обратно приезжает. Поэтому я уже привык, что когда ты приезжаешь на мойку высокого давления, либо ты какой-нибудь пакетик на него надеваешь с резиночками, либо ты вообще квикшифтер обходишь. Это экономит огромное количество денег, потому что квикшифтер стоит, я думаю, там тысяч 50 точно. 67, по-моему, он стоит. Да, это деньги. Но на самом деле решается легко. А зная особенности, можешь избежать. Потому что можно там, мне в сервисе сделали какой-то... В общем, герметиком его там вымазали, плюс еще не моешь его на мойке, и оно в принципе работает. То есть главное не забывать о том, что ты свой квикшифтер можешь прикончить мойкой. Собственно, мы начали такие же примерно вещи делать. Герметик, термоусадка и так далее. Но выборки после применения этих мер у нас еще нету. Не можем сказать, насколько оно помогает, не помогает. Помимо квикшифтера есть еще, на мой взгляд, прям катастрофически ужасная проблема. Опять же, еще одна отзывная на этом мотоцикле. Это отзывная... Она не на всех моделях. Это, видимо, связано с какой-то конкретной фабрикой. Опять же, надо проверять по ВИНу. Это проблема с задним тормозным диском. У него выкручиваются болты. Приводит это к тому, если это упустить, что болты выкручиваются. Диск не отваливается совсем. Там болты не могут выкручиваться до конца. Но выкручившегося болта достаточно для того, чтобы он начал задевать датчик АБС. Сломал этот датчик АБС. И после этого сломал еще стопорное кольцо. Разодрал половину хаба. И утащил за собой половину электроники в мотоцикле. Поскольку датчик АБС сходит с ума, там все каратит и все становится плохо. Звучит страшно. Звучит крайне неприятно, поскольку у нас был клиент, который попал на эту проблему. У него на ходу раскрутился этот болт. Все разломал. Отключилась вся электроника. И дальше произошла просто авария. Лечение тут двух вариантов. Оно на самом деле копеечное. Нужно просто заранее снять этот тормозной диск. промазать болты другим локтайтом. И закрутить их обратно с моментом, который предусмотрен заводом. После этого проблема не повторяется. Копеечное решение. Крайне рекомендуется всем этот момент проверить. Ну, в общем, на деле-то все не так страшно, как ты сам. Оно не страшно, но... Да, в принципе, по всем трем вопросам. Ну, условно, там в 40 тысяч рублей мы приводим мотоцикл в состояние... 40 тысяч рублей и термоусадка, да? Как будто бы да. То есть я бы не стал отговаривать от покупки мотоцикла при условии, что мы закладываем сумму на то, чтобы предварительно решить все эти проблемы. Да, дальше мы получим офигенный мотик, который классно, интересно едет, и у которого не будет этих проблем. Ну и плюс еще у него была отзывная по селектору КПП. Опять же, что-то внутри под сцеплением, что-то не так с пружинкой, что-то не так с механизмом. Опять же, все это решается. Копеечные работы, копеечные запчасти. Там все это 10, ну, может быть, 15 тысяч рублей стоит. Критичного ничего нет. Ну, отлично. А что-то еще все? Да, пожалуй, наверное, все. Ну, из неприятного, если вы делаете прошивку приборки для того, чтобы у вас работал по-другому вентилятор, то это крайне долгая и нудная процедура, которая занимает часы. При том, что, казалось бы, мы живем в 21 веке, где есть средства связи, которые позволяют мгновенно передавать данные. Вот эта прошивка заливается очень долго, и это вопросики прям. Ну, это один раз. Пока что, да. Ну, хорошо. Тогда перейдем, наверное, к самому, или одному из самых популярных, текущих, актуальных двигателей от Triumph. Это 900-й мотор, который пришел на смену 800-му и ставится на Tiger. 900-й мотор совсем другой относительно 800-ки. В нем поправлено, наверное, все, что было не так с 800-кой. Где-то чуть-чуть улучшили, где-то чуть-чуть сделали более надежным. По сути, мы получили те же самые 95 лошадиных сил. Плюс-минус тот же момент, но мы получили... Ну, это касается, на самом деле, всего обновления моторов. Что 765, что 1200, что 900-й мотор. они все стали вот этим вот псевдо-кроссплейном. Если раньше у нас порядок поджига был 1-2-3, теперь у нас он стал 1-3-2. Соответственно, за счет этого мотор приобрел две характеристики. Во-первых, он стал интереснее ехать, а во-вторых, он стал более... Значительно интереснее. Значительно интереснее ехать. Но он одновременно с этим стал значительно более вибронагруженным. И многие очень на это жалуются. А после 120-ти говорят, что оно вибрирует. Есть прям вот люди, которые воют от того, что на нем после 800-ки невозможно ехать. Исправили пару месяцев назад, насколько мне известно. На новых версиях... Заявляют, по крайней мере. Были правки, они добавили демпфирующие резинки. В окрепление руля они сместили немножко, по-моему, передаточное число. И многие говорят, что если передаточное число изменить, то проблема уходит на другие обороты. Но это вот опять же наверное актуально для тех, кто на мотоциклах ездит спокойно, путешествует и не очень резко. Если ехать на мотоцикле газ в палац, то эта проблема не сильно актуальна. Но особенность есть. С точки зрения именно надежности, я бы сказал, что 900-й мотор меня удивляет своей надежностью. У нас было несколько случаев перегрева моторов. В основном это было связано либо с недосмотром владельцев, либо с неисправностью системы охлаждения. Либо сгорал единично вентилятор на 900-ке. Один из всех 900-к. И человек это не заметил. Достаточно долго ехал без антифриза, перегрел мотор раза три, по-моему. А ворнинги у него там не выскакивают? У него выскакивали ворнинги, но он говорил, что я ехал сначала по трассе, потом мне надо было по городу куда-то съесть, потом я ехал до вас. И в общем мотор несколько раз был перегрет. Я бы ожидал, что в такой истории блок поведет и все будет крайне печально. Прокладку, конечно, пробило, но мы умудрились ему ее перекинуть за, по-моему, один вечер. То есть мотоцикл приехал и тем же вечером уехал. По деньгам ему это обошлось, все в круг, включая нашу работу, тысяч в 70. Мотоцикл с тех пор проехал тысяч 30-40 километров и больше проблем никаких не было. Ни с охлаждением, ни с расходом антифриза, ни с перегревом, ни с чем. Соответственно, я бы сказал, что это достаточно хорошо охарактеризует мотор, поскольку голову не повело, с плоскостями проблем не было, трещин нигде не было. По сути, вышел один из самых надежных моторов наряду с 10-50. Все так. Пока что практика говорит об этом. Несколько моторов уже у нас на глазах, прям в наших руках проехали с 10-20 тысяч километров до сотни. Ничего, кроме штатного обслуживания, мы с ними не делали. Штатные замены масла, штатные регулировки клапанов. Более того, на этих мотоциклах, на таких пробегах, еще иногда на 40-60 тысячах бывает так, что мы открываем клапанную крышку, там все зазоры в норме, мы просто ее закрываем. То есть, даже не приходится иногда регулировать клапана. Вообще, я бы сказал, что Триумф, наверное, сильно перестраховывается, говоря, что клапана надо вскрыл клапана на 43 тысячах, и у меня только один клапан вышел за пределы. Это хороший, на мой взгляд, показатель. В общем, про 900-ку сказать как бы и нечего. Как бы и нечего, кроме, вот, пожалуй, основная претензия это вибрации. Это вот то, на что все по голову. Самое интересное, что когда я ездил, я не заметил этого, потому что я его тестировал в Медельине, серпантины. Ну, то есть, если ты выходишь условно на 120, то это постоянные разгон и торможение и в таком формате нет. А вот, чтобы долго дубать по трассе, я его не тестировал, а как раз оказалось, что после 120 при езде по трассе вибрации и выскакивают. И опять же, на эту проблему жалуются именно люди, кто путешествует на этих мотоциклах. в городе это незаметно. В городе это практически незаметно, и это незаметно на оффроуде. Ну, там другие проблемы с другими вибрациями, и оттуда жалоб нет. Да, так что имейте в виду. Это рядная тройка, тоже 660 кубов, который дебютировал на модели Trident, и также ставится на Tiger Sport 660. Что расскажешь про этот мотор? Это дефорсированный мотор от 765 с 3-трипла, все тот же самый, абсолютно та же компоновка, практически те же самые детали. На мой взгляд, это такой же неубиваемый мотор, с еще большим запасом мощности, очевидно, поскольку он дефорсирован. И, пожалуй, единственное, что я могу про него сказать, негативного, это что его не очень удобно обслуживать. Именно из-за компоновки самого мотоцикла к нему геморройно подлезать. Если мы хотим поменять воздушный фильтр, если мы хотим сделать регулировку клапанов, это сложная процедура, это процедура дорогая и долгая. Но, с другой стороны, на этом моторе период обслуживания увеличен с 20 до 32 тысяч километров. Соответственно, он и обслуживание требует реже. Поэтому, с точки зрения дешевой рабочей лошадки, которая выполняет задачу просто ехать, это, наверное, отличный мотор. Он недорогой, он практически не ломается, и он очень долго не требует серьезного обслуживания. Я не раз слышал и читал, и уже начинается страшилка, что некоторые моторы постукивают на холостых, и одновременно вышло тогда два мотора, по сути, это Априле с мотором 660 кубов и Триумф. И у Априле была там отзывная, у них были проблемы с ЦПГ на первом годе выпуска, и на Триумф как-то стали тоже проецировать, а они действительно постукивают. Я как-то один раз сравнивал два практически новых 660-х, и один явно имел небольшой стук, все это такое. Это, я бы сказал, особенность того, как все Триумфы в принципе работают. Вообще люди, которые садятся после рядных четверок или после других марок на Триумфы, приезжают с вопросом, а что у меня за звук в моторе? Триумфы работают действительно достаточно шумно. Бывает такое, что приехал мотоцикл, который очень тихо работал, мы ему отрегулировали клапана, и они начинают прям стучать. Прям, я бы сказал, стучать так, что мы один раз не поленились и вскрыли заново и перемерили заново зазоры, удостоверились в том, что все сделали правильно, они так бывают. То есть никаких проблем, что у него с малых лет проворачивает условно шатунные вкладыши, начинаются стуки какие-то? Ни одного такого случая не было. Страшилка. Страшилка. И вообще все проблемы с вкладышами и чем-то таким серьезным мотором. Потому что Димон Турбутингол говорил, что он брал на тест, и у него застучал мотор вот после этого, и, наверное, он его сломал. Скорее всего, это либо какой-то суперединичный случай, либо ничего не застучал. Кто-то из такого разряда. У меня есть несколько трайдентов, на которых пробеги за 50 тысяч, и ни у одного нету никаких симптомов. Кроме звуков, действительно, люди приезжают и говорят, что нормально ли, что он так работает. Нормально. Этот триумф, он иногда звучит, как ни странно, достаточно необычно. Для меня уже привычно, но клиентов, это людей, которые, видимо, недавно с этими моторами взаимодействуют, это прям пугает. Еще один современный мотор, один из самых новых в линейке, это Литр 200, который ставится на новый Тайгер 1200. Мотоцикл супер, всех валит, там он и на бездорожье могет, и валит, и управляется неплохо. А вот что по надежности, доезжали ли они вообще до тебя? Доезжали, несколько обслуживали уже с пробегами тысяч по 10-15. Пока сложно сказать именно по надежности. Могу сказать, что по удобству обслуживания он стал чуть-чуть удобнее, чем 1200 предыдущих поколений. Я не стал это упоминать, поскольку это не очень относится к надежности, но предыдущий 1200 мотор один из самых неудобных в обслуживании из-за в основном крепления бака, особенности его расположения и так далее. На новом 1200 чуть-чуть получше с этим дела обстоят, в остальном пока недостаточной информации, но такого, чтобы в нем что-то отламывалось за первые 5-10-15 тысяч, пока ни у кого не случилось. Ну, в общем, ждем пока собираем та статистика. Тут пока ждем статистику. Ну и последний, наверное, современный мотор Rocket 3 2,5 литра веселья. Это, я бы сказал, наверное, самое интересное, что Triumph сделал. Они убрали весь лишний вес из Рокета, сделали его еще чуть-чуть мощнее. Мотоцикл выглядит максимально собранным, максимально надежным и максимально провоцирующим. У нас есть люди, которые на них уже проехали не 10, не 20 тысяч километров, и пока мы их только обслуживаем. Замены масла, замены воздушных фильтров. И здесь можно отметить, что, опять же, вытекающие из особенностей компоновки мотора проблемы с тем, что воздушный фильтр засасывает достаточно много масла. Это масло скапливается в воздушном фильтре, в коробе воздушного фильтра, соответственно, на воздушный фильтр летит очень много грязи. Я бы сказал, что проблемой основной этого мотора является то, что воздушный фильтр придется менять раза в два чаще, чем на аналогичном моторе любом другом. То есть, каждые примерно 6-8 тысяч километров воздушный фильтр уже черненький. Каждое то, короче. Практически каждое то, практически каждую замену масла, да, приходится это делать. Иногда, если человек ездит, может быть, по городу и только в хорошую погоду, в сухую, оно поедет подольше, но так устроен воздухозабор, который находится спереди, что вся грязь, все летит сразу на воздушный фильтр. Несколько дорого его обслуживать. Из-за этого, поскольку до воздушного фильтра, опять же, не очень удобно лезть. Проблем с сцеплением пока никаких не выявлено. Опять же, гидравлика, опять же, все то же самое, что было на предыдущем рокете. Плюс-минус должно ходить, я думаю, что также по надежности. Проблем с коробкой пока не выявлено. Соответственно, видимо, эту проблему порешали, и пока что она не дает о себе знать. Но достаточно неожиданная пока проблема вылезла не с мотором связанной, а с задним тормозным диском. Его потихонечку разбивает посадку, его начинает болтать. Судя по информации от коллег из-за рубежа, проблема массовая. Не очень понятно, влияет ли она на эксплуатационные характеристики прямо сейчас, но выглядит это, мягко говоря, неприятно. Пока наблюдаем, пока я бы не сказал, что надо бежать прямо и менять, но когда неплавающий диск имеет люфт в установке, это вызывает вопрос. Я знаю одного человека, у которого на Рокете возникла проблема с масложором, причем большим, что-то там миллилитров 600 на тысячу. Это какой-то один случай какого-то брака, либо ты встречал что-то еще похоже? Если честно, не встречал. У меня есть Рокеты, которые ездят постоянно по городу Боддера, есть Рокеты, которые ездят часто в дальние путешествия, там, Москва-Питер, Питер-Москва и по трассе, естественно, он идет достаточно быстро, на высоких достаточно оборотах. Я не заметил какого-либо вообще ощутимого масложора, то есть, вплоть до того, что за 6 тысяч километров он съедает примерно 0 миллилитров масла. На моторах до 50 тысяч пробега, что на старых Рокетах, что на новых, мы пока не видели такой проблемы. Современные моторы, у нас кажется, кончились. Не совсем. Мы классики обошлись стороной. Да, современные, я имею в виду жидкостное охлаждение и некоторые на классиках типа Беневилей, скрэмблеров и вот это все. Ну и опять же, если мы не трогаем новую мотокроссовую линейку, про которую пока очень малоизвестную, то да. Она появилась вчера. Так, ну тогда давай переходить к классикам. Классикам начнем, наверное, с Triumph Т-100, который изначально был полностью воздушный и не так давно он, в году 19, по-моему, получил жидкостное охлаждение. Все так. Мотор вообще, наверное, старейший из того, что есть у Triumph. Он своими корнями уходит в середину века, если не начало 20-го. Мотор отличается потрясающей простотой и такой же надежностью. Параллель Твин простой, воздушное охлаждение, ничего лишнего. У меня мотоциклы 2004-го, 2000-го, там, 90-х годов ездят, в них меняют масло и больше не делают ничего. Компрессия зашкаливает, масло не жрут, едут, радуют, ничего с ними не происходит. Лазили эндоскопом, смотрели, ну, какие-то следы эксплуатации есть, задиров нету, залысин нету, хон присутствует. На мой взгляд, это, наверное, самый надежный мотор из того, что я вообще видел. Если его не насиловали, если его специально не убивали, ничего с ним не делается. Ни с Т-100, ни с Т-120, вот все моторы, которые на воздушном охлаждении, безумно надежные, в них не ломается ни сцепление. То есть Т-120 и сюда же, короче. Да, вот все, что касается воздушного охлаждения, оно прям простое, как два пальца и такое же надежное. Люди обязательно будут спрашивать, а перегрев, перегрев? Я не представляю, что нужно сделать, чтобы его перегреть, если честно, потому что у нас основная проблема это его догреть до нормальной температуры. То есть он, стоя на холостом ходу, не особо хочет греться, он охлаждается очень эффективно. И это очень явно видно в новой итерации моторов и 900-х, и 1200-х. Они тоже не хотят греться. То есть они настолько хорошо охлаждаются своими воздушными корнями, скажем так, что водяная система охлаждения им особо не нужна. Она нужна только, если вы прям сильно агрессивно делитесь. Добавили введенную систему охлаждения не потому, что она была нужна, а потому, что в экологию тоже триумфы приходится играть, даже с классическими моделями. Я, по-моему, в 19-м году была на Т-100, и не помню, когда на Т-120. Да. Что поменялось, когда добавили жуткость на кашню? Там появилась, на самом деле, целая линейка новых мотоциклов. Они обновили все. До этого был еще Street Twin на этом же моторе, а потом стал Street Twin называться Speed Twin 900 только там. Там дошло уже до безумия, потому что сейчас мы можем наблюдать Street Twin 900, Speed Twin 900, как будто бы они отличаются только вообще названиями. Кратко, суть в том, что если раньше у Triumph был 865-й мотор, на котором делалось все, это были и Scrambler, и T-120, и T-100, и Tracton. Сейчас эти мотоциклы получили немножко разные моторы, немножко разные подвески, немножко разные все. Новый 1200-й мотор, который они сделали, это супер, на мой взгляд, удачная штука, потому что он едет, он звучит, и он все еще надежный. С точки зрения ЦПГ, с точки зрения сцепления, с точки зрения коробки с одной небольшой оговоркой, там все прям супернадежно и суперхорошо. Люди ездят, опять же, десятки тысяч километров, к нам приезжают мотоциклы, там по 50, 60, 70 тысяч километров пробега, при регулировке клапанов у нас минимальные изменения, минимальные правки, мотоциклы, видно, что работают совершенно с огромным запасом и по охлаждению, и по мощности, и по всему. Оговорка какая? Оговорка, что на всех этих моторах есть одна болячка. Существует в механизме КПП, в механизме селектора передачи, есть деталь, которую мы называем открывашкой, она похожа на открывашку пива. Она при перегреве, либо при физическом ударе по штоку КПП, там при падении мотоцикла или при очень агрессивном переключении, она начинает задираться. На ней появляется выработка, которая препятствует дальнейшему нормальному зацеплению за звезду, которая переключает, собственно, вторичный вал, копирный вал. Соответственно, передачи просто перестают переключаться. Обычно они перестают у людей переключаться вниз или вверх, в какую сторону больше сточилось. Соответственно, мотоцикл затревает условно либо на первой передаче, либо на шестой, дальше большие проблемы с ним что-либо делать. Решение условно-копеечное. На части моделей запчасть стоит 1600 рублей, на другой части моделей запчасть стоит 15 тысяч рублей и работа в пределах 10 тысяч. За три часа примерно все это меняется и мотоцикл снова уезжает. А проблема остается? Это через какое-то время... Если мы продолжаем мотоцикл ронять на левую сторону... У нас есть 1200. Скрэмблер. Да. Который, ну, вряд ли кто-то особо роняет, но сам класс мотоцикл подразумевает иногда попадать. Есть люди, у которых эта проблема повторилась дважды. Это либо связано с перегревами, опять же. Например, кто-то пытался научиться сделать бирнаут, поджег сцепление, поджег часть деталей, и они потеряли прочность. Кто-то привык, после пересев с Харлея, очень уверенно втыкать передачи, соответственно, у него через 10 тысяч оно отъехало, он такой, ага, тут передачи можно очень аккуратно втыкать, все нормально, я все понял. Бывает по-разному, но проблема прям системная, то есть, условно, купи я себе такой мотоцикл, я бы в запчасть положил запас просто. Не сложно меняется, недорого меняется, но она может отстрелить в какой-то момент. Так, кажется, классических моторов у нас тоже больше не осталось. Их, по сути, два, это 900 и 1200, и они оба потрясающие. А проблема с коробкой только на жидкостном охлаждении? Только на жидкостном охлаждении, на воздушниках, на воздушках такого не встречал ни у одного. Так, ну, что, получается, у нас, кажется, кончились триумфы. Кажется, да, будем ждать, что нам компания принесет. И на всякий случай, буквально так, одной строкой, то, что было, условно, до 2005 года, там прям ужасные моторы, какие-то жуткие, которых надо бояться, есть? Знаешь, такая история, что до 2005 года это была вообще другая компания. У них был пожар на фабрике, фабрику строили заново, и, соответственно, Рокет-3, начало производства Рокет-3, это начало новой эпохи в истории триумфа. Соответственно, все, что было до, оно совсем другое. 955, разве что, моторы перешли в новые 1050, в остальном, там все другое. Там у меня большой выборки, большой информации нету. Каких-то супер страшных историй про то, что что-то ломается каждый день, не слышал, но и говорить, что там что-то супер надежное, как старая Хонда, которая не сломается никогда, я бы тоже не стал. Ну, слушай, отлично, тогда, если кто-то хочет обслуживать свой триумф, особенно зимой, пока есть время и место, контакты мастерской я оставляю по ссылке в описании к этому видео. Спасибо тебе большое за то, что рассказал. Когда ехал сюда, он сказал, да там есть, что рассказать, там 1200-й. Если вы смотрели мое видео про КТМ, посмотрите его еще раз после этого выпуска. Кажется, в триумфах не ломается ничего вообще. И это, в общем-то, подтвердило мой опыт, потому что я никогда особо не углублялся, но у меня есть знакомые, кто ездил на самых разных триумфах. Я ездил на старом классическом триумфе и никогда ничего не ломалось. Вот на 800-м Тигре как-то случайно отъехала Лямбда. Я не знаю, по какой причине поменяли Лямбду. Все, это была единственная проблема за много тысяч километров, там тысяч за 30, наверное. Так что триумфы можно смело покупать. Отличные мотоциклы и очень часто я встречаю вопросы, во-первых, а как вот у меня вот в городе нету мастерской по триумфам, обслужат ли у меня в мастерской, где обслуживают Ямахи? Обслужат? Обслужат. Более того... Это не Дукати. Мы не одни в городе и тут еще важный момент, что да, это не Дукати, триумф, он близок к японцам, там нет ничего супер необычного. И по запчастям тоже часто спрашивают. Условно, люди не хотят сами заморачиваться. Там, скажем, вы возите запчасти или как-то организовываете, чтобы человек просто пришел и сказал сделай все, я не хочу в это лезть. Это наш любимый тип клиента и мы стараемся под таких людей все держать в наличии. Под все я понимаю расходники. На триумфы практически на все модели практически все виды расходников всегда есть в наличии и в любое время дня и ночи их можно в Москве купить. В текущей ситуации если что-то сломалось, не дай бог, нужно заказывать какие сроки примерно? Я бы сказал, что в пределах месяца практически любую запчасть, если она есть вообще на заводе, ее можно привезти. Бывают супер-редкие случаи, когда триумф прям завод говорит, что ребята, этой запчасти не будет еще полгода. За месяц приезжает. Она за месяц не приедет, потому что ее еще полгода не будет. те, которые есть. Те, которые есть, за месяц приезжают. Те, которых нет, иногда приходится ждать, но это бывает и у Японии. Это у всех касается. Это у всех касается. Ну, спасибо тебе большое. Тогда кому понравилось, ставьте лайки. Кто с чем-то не согласен, хочет поспорить или сказать, что ничего вы не знаете о триумфах, пишите об этом в комментариях. С вами был я, Илья Сплин и мастерская, наверное, «Триумф Гараж». До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok